Всем бобра, дорогие друзья! И сегодня мы с вами поработаем детективами! И попробуем выяснить, кто же всё же сжёг аттракцион в третьей части. Вначале, конечно же, нужно определить подозреваемых, но тут это не трудно. Охранник, Спрингтрап и провода. Не забудем про них родимых, ведь всё ещё это может быть просто несчастным случаем. Большинство считают, что это охранник, он решил, что это место слишком страшное, чтобы оставаться нетронутым. Здесь находится Спрингтрап, а также толпа фантомов-аниматроников. Или, возможно, он вообще умом тронулся и приходил сюда только для того, чтобы уничтожить это место. Раньше он мог быть ребёнком, розовым парнем или каким-то другим перчиком, нужно подчеркнуть. И поэтому он вернулся, чтобы сжечь всё, что напоминает о старых ужасных днях. Но есть несколько фактов, которым противоречит эта точка зрения, о них чуть позже. Ну и второй вариант, наш любимый и самый-самый милый робокроль. Поясню, зачем это вообще может быть нужно Спрингтрапу сжигать это место. Из-за марионетки, ведь фиолетовый парень заточён в костюме Спрингтрапа, и он постоянно страдает. Поэтому он пытался добраться до охранника, чтобы тот ему помог. Он надеялся, что сторож обладает такой возможностью. Но, если мы доходим до конца шестой ночи, где мы видим газету, то Спрингтрап так и не добрался до охранника. Но это логично, ведь охранник прожил шесть ночей. А на седьмой ночи сторож и вовсе не появляется, и поэтому маскот приходит к решению. Сжечь весь аттракцион вместе с марионеткой и освободиться от неё. Маленькое отступление, если эта теория верна, то чёрт возьми, этот фиолетовый парень настолько упорный в своих решениях. Он, конечно, мудак, спору нет, он убивал детей, но... Его настойчивость в попытках выжить вызывает удивление. Окей, с мотивом определились, теперь поговорим о фактах и взглянем на газету. Сначала опустите свои глазки на самого Спрингтрапа, на картинке он изображён в достаточно хорошем состоянии, словно он и не находился в горячем помещении. Теперь, интересный факт. Мы знаем по игре, что Спрингтрап передвигается не особо быстро, я бы даже сказал неуклюже. Если бы пожар сделал не он, то к моменту, когда он бы обнаружил, что здание горит, было бы уже слишком поздно. Он бы либо не успел уйти, либо был бы просто задет огнём, если бы по счастливому истечению обстоятельств он находился возле двери выхода. Так что один единственный вариант для него уйти и быть при этом незатронутым быть тем, кто начал его. В газете есть ещё парочка интересных намёков. Полиция обнаружила, что аттракцион сгорел из-за неполадок в энергоснабжении. О них нам упоминал парень по телефону ещё в первой ночи. Если бы место сгорело из-за охранника, то я думаю полиция всё же нашла бы какие-то факты, указывающие на связь охранника и пожара, ведь он является самым первым подозреваемым. Напомню, что обычно органы правопорядка находят кого-нибудь, на кого можно положить вину, но здесь полиция уверена, что это несчастный случай. Это значит, что они искали, но не нашли никаких доказательств о том, что виноват сторож. Возникает вопрос, а как Спрингтрап вообще мог сжечь это здание? Он что, сел, притворился электриком и после этого начал копаться в проводах, чтобы сжечь всё здание? Конечно же нет, аниматроники это нечто паранормальное, ему не обязательно физически делать что-то с проводами. К примеру, во ФНАФ 2 одно появление аниматроника в офисе заставляло свет мигать. Маскоты оказывают воздействие на всю электронику, свет, камера и так далее. К примеру, когда он передвигается, то камера немедленно начинает выдавать белый шум. Пока аниматроник движется, аналогично ведёт себя видеосистема во ФНАФ 3. Выходит, что Спрингтрап при желании или случайно мог вызвать возгорание и без того плохой проводки. Ведь возникает вопрос, почему во ФНАФ 1, во ФНАФ 2 тогда они не сжигали здание? Там проводка была нормальная, а здесь проводка плохая. Это и было причиной того, что именно здесь здание сгорело от влияния аниматроника. Но самый шик этой ситуации в том, что для полиции это всё равно будет выглядеть как несчастный случай. Ибо полиция это не охотники за привидениями, они бы не искали каких-то паранормальных причин. Ну, была проводка плохая, ну вот сгорело здание, никаких намёков на охранника нет, ну значит это проводка. Вряд ли у них есть дополнительный отдел, который подумал бы, «Хмм, этот аниматроник мог вызвать пожар». Выскакивает тогда другой вопрос, а почему наш кроль не сделал этого за первые шесть ночей? И ответ прост, потому что ему мешал главный герой, то есть охранник. Постоянно тут и там были какие-то дети смеющиеся, а Спрингтрап он не мог устоять перед ними и ходил к ним. Днём, похоже, тоже были какие-то сдерживающие факторы, возможно ещё один сторож. Или может быть обесточивают всё здание после ухода охранника. Таким образом закрываются все двери, а также Спрингтрап не может ничего сжечь. Ведь если бы не было никаких факторов, тогда Спрингтрапик просто ушёл бы в первый день. Ну или он просто в шесть часов, когда охранник встаёт и уходит, пошёл бы за ним. Так что днём у него не было даже и шанса. Газета, в которой написано о возгорании, появляется на шестой ночи, что обычно приводит к мысли, что пожар произошёл именно после этой ночи. Но это не так. Там написано, что здание сгорело за ночь. Иначе говоря, он горел в течение ночи. Мы ушли в шесть часов утра, в эту ночь никакого огня и пожара не было. Если бы он сгорел прямо после нашего ухода, после шести часов, то было бы написано, аттракцион сгорел утром. Значит, скорее всего, пожар произошёл на седьмую ночь, в которой мы не можем играть. Это может значить, что охранник просто не вышел на работу в седьмой ночи. Ведь вспомним, все предыдущие охранники приходили на седьмую ночь, чтобы перепрограммировать аниматроников. Они умели это делать, а наш главный герой этого не умеет. Поэтому на свою седьмую ночь он не пришёл. Ему незачем. Скорее всего, у охранников же должен быть один выходной. Именно на седьмой день он и выпадает. Предыдущие охранники использовали свой седьмой день, то есть выходной, чтобы поработать ещё раз в ресторане. И намутить там делов. А вот нашему парню делать там нечего. Он не пришёл. Владельцы, которые не знали аниматроников так хорошо, как предыдущие, решили, что ничего не будет, если аниматроника ставят на один в одиночестве. Но именно это Спрингтрапу и нужно. И он решает, что это лучший момент, чтобы сжечь здание, сжечь марионетку, которая заставляет его страдать, и убираться отсюда. Ведь мы помним, что марионетка заставляет его чувствовать огромную боль, находясь в этом костюме. Он пытался найти помощь в лице главного героя-охранника, поэтому и говорил «Help me!» и пытался до него добраться. Но когда сторож не приходит на седьмую ночь, Спрингтрап приходит к плану, раз он не может выбраться из костюма и умереть из-за марионетки, то нужно сжечь всё здание вместе с марионеткой, чтобы, наконец, освободиться. Судя по всему, у него это выходит. На этом всё, дорогие друзья. Напишите своё мнение в этой теории, а я ухожу в тень. Всем пока-пока-пока. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!